Привет, YouTube! Меня зовут Полина, вы на моем канале, и я вас здесь приветствую. Кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, это очень помогает в продвижении моего канала, и, конечно же, приглашаю вас всегда в комментариях. Следующее видео посвящено новому продукту от бренда Rosie. Кто не в курсе, это английская модель, в середине прошлого года запустила свою линию косметики. Я уже делала на нее один обзор, оставлю вам ссылочку, перейдите, посмотрите. Это сейчас тот бренд, который мне больше всего импонирует, и я с нетерпением жду новинки. Так вот, в начале этого года Rosie нас порадовала новым тональным продуктом. Тинт-серум, подсвечивающий такой увлажняющий тинт-серум. Глядя на него, конечно же, нельзя отметить сходство с брендом Chanel, который несколько лет назад выпустил просто почти идентичную формулу. В сети уже очень много отзывов сравнения. К сожалению, у меня нет тинта Chanel, и я уже даже думаю, может быть, пойти и прикупить, и также сделать себе пост сравнения. Но это действительно необычная текстура, и мы сегодня в видео, конечно же, устроим тест-драйв этому новому продукту от Rosie. Было выпущено 14 оттенков. Порадовало наличие светлых оттенков в этой линейке. Я сейчас вкратце расскажу, что же это за формула. Сочетайте мощный уход за кожей с эффектным макияжем с помощью сыворотки Luminous Tint Serum. Тонирующего увлажняющего средства, которое увлажняет кожу, помогает добиться гладкого и сияющего внешнего вида. Сыворотка имеет увлажняющую формулу, которая помогает мгновенно освежить кожу влагой, подтягивает, уменьшает появление тонких линий и поддерживает более гладкую текстуру кожи. Обеспечивает легкое покрытие, не забивая поры. Вот эта вот история про незакупоривание поры, сама Rosie в интервью неоднократно говорит, что это очень важная составляющая для нее, так как она сама обладатель жирной пористой кожи, поэтому все продукты она продумывает достаточно тщательно. Постаралась создать продукты, которые как раз будут эти проблемы решать. Я не могу не отметить невероятно красивую упаковку. Пластиковая матовая бомба, невероятно стильная, инстаграммная. Здесь под колпачком такой дозатор. И мне нравится, что она абсолютно не пачкает упаковку. Это, ну, прям очень красиво. У меня оттенок 0,40. Данное средство представлено на сайте Sephora и также в Space NK. Можно приобрести, если я заказывала в Space NK, и у них прямая доставка на территорию Украины. Стоит эта красота 36 фунтов в перерасчете. Это где-то 1300 гривен. Понравилось то, что здесь не заявлено, что это какое-то устойчивое тональное покрытие. Соответственно, оно не будет перекрывать какие-то явные покраснения. Абсолютно нет. Это не заявлено и прекрасно. Пробовала наносить разными способами и руками, и кистью. И, признаюсь честно, кистью это средство наносится лучше всего. К этому тинту Роузи выпустила кисть. Это вот такая синтетическая кисть. Она называется 3. Имея такой скошенный срез, с помощью этой кисти Роузи рекомендуют наносить данное средство. Кисточка невероятно мягкая, но просто вот такая супер приятная. Давайте уже перейдем к нанесению. И я с вами потом сделаю легкий свой обычный макияж. Также у нас с вами будет включение в течение дня и под конец дня, чтобы вы посмотрели, как же ведет себя этот тинт. Я выдавливаю на руку. Мне хватает два нажатия. Кисточкой начинаем наносить. Смотрите, как здорово. Так как это средство слегка застывает, я вам советую наносить его достаточно быстро. Можно и под глазки, я тоже так и делаю. Также можно утрамбовать, где нам чего не хватает. Когда нанесла, вспомнила, что я же вам совсем не рассказала про свою кожу до. Напомню, что я обладатель жирной комбинированной кожи с расширенными порами. У меня периодически бывают высыпания. Сейчас, в принципе, высыпаний нет, но у меня неровный цвет лица. И давайте посмотрим, что же у нас получилось. На видео уже видно, как красиво бликует кожа. Мне нравится вот это легкое, очень легкое покрытие. Мы будем дорабатывать кожу консилером. Здесь также не заявлено про наличие какого-либо SPF, поэтому лучше использовать данное средство до. Слегка сглаживает поры, вот за счет вот этого вот сияния, делая тебе такую красивую напитанную кожу. Как вам? Напишите в комментариях под этим видео. Я, наконец-то, более-менее угадала с оттенком. Все-таки 0,40, как вы видите, немножко светловат. Вот он прям на сейчас. Я бы, наверное, на лето брала бы 0,60. И кисточка у меня также рози. Я решила, там была такая хорошая цена. Кисточка для консилера. Очень удобная. Вообще, конечно, очень жалко, что нет возможности у нас протестировать эти все оттенки перед покупкой. То, что ты вот заказываешь онлайн. Носительного консилера я прям совсем не угадала. Давайте возьмем румяна. У меня Алазея в данном случае. И также кисточка для румян. Хотя я в самом начале ее не покупала. Но хочу вам сказать, что это очень крутая кисть именно для кремовых румян. Круто их растушевывает. И при этом не стирается покрытием. Такими перебивающими движениями. Такое, знаете, как будто бы обзор продукта номер 2 от Роузи. Но мне действительно сейчас этот бренд прям очень нравится. Я с нетерпением жду, что же она выпустит еще из декоративной косметики. Когда я делала заказ на Space & Cut, там была супер крутая акция. И в подарок мне достался гель от бренда Роузи. Прозрачный. Он хорошо разделяет волоски. Но учтите, у него очень слабая фиксация. Такой у нас быстрый макияж продуктами почти одного бренда. Единственное, что тушь у меня от Kevin Aquan. Подкручивающая. Обожаю ее. Она делает просто мега крутые ресницы. Это термо-тушь. Я еще не припудривала кожу. Но в любом случае я это сделаю. Так как я обладатель жирной кожи. И вот в этой зоне меня блеска все-таки смущает. Пудра у меня, как всегда, Chanel Libra. Я обожаю эту пудру и постоянно вам ее рекомендую. И пройдемся просто в этой зоне. Конечно, этот красивый блеск уйдет. Но что делать? И я выйду на улицу. Покажу вам, как это выглядит при дневном свете. У нас, к сожалению, нет солнца. Сейчас вообще шел снег. Свет дневной, рассеянный. Смотрим на тинт. Как он лежит на коже. У меня кожа сейчас, конечно, не в лучшем состоянии. Как говорится, что имеем, то имеем. Я с вами еще встречусь через 4 часа, чтобы посмотреть, как же ведет себя тинт. И потом еще через 4 часа в конце дня, чтобы вы могли оценить, как же он ведет себя в течение дня на жирной комбинированной коже. Так, у нас вышло солнце. И как раз 4 часа, даже 5 уже прошло. Хочу вам показать тинт от Роузи. Как выглядит. Так, лоб. Щеки. Пишите свое мнение. Вот она на расстоянии вытянутой руки. И вот как это выглядит. Привет всем. Прошло 12 часов. И смотрите на тинту от Роузи. Приближаю к камеру. Смотрим, как выглядит на коже. Есть блеск. Крылья носа. Смотрим, подбородок. Пишите свое мнение. Я скажу, что на коже не ощущается. Да, появляется блеск, но это нормально для святых обладателей жирной комбинированной кожи. Это легко решается. Просто там промокнуть салфеткой. Понравилось, как он ведет себя в течение дня. Он действительно не заметен на коже. Но как минимум я не заметила. А вы напишите в комментариях. И мне также понравилось, что он не проваливается ни в какие морщинки. То бишь не будет ничего подчеркивать. Как твоя кожа, только лучше. Относительно шелушений. Если же у вас есть какие-то свои шелушения. То он вам скорее всего подчеркнет текстуру кожи. Поэтому учтите этот момент. И отшелушьте кожу до. Тогда он будет вообще сливаться с кожей. Не будет виден. Пожалуй, это все аспекты, на которые я хотела вам обратить внимание. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. И приглашаю вас к обсуждению в комментариях. Приятного вам дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok